Неотъемлемой частью архитектурного облика столицы Татарстана являются исторические постройки. В их число входят и здания Казанского университета. Но если одни корпуса были построены еще во времена Российской империи, другие появились позже, уже в Советском Союзе. Этот период оставил значительный отпечаток. На месте будущих зданий были снесены постройки возрастом более 300 лет. В 1671 году на месте, где сейчас располагается химический институт имени Бутлерова, был воздвигнут Воскресенский собор. На тот момент одна из главных архитектурных доминант города. Казанцы называли его одной из красивейших построек. Однако с приходом к власти большевиков участь его ждала печальная. Собор разобрали, а на основе его фундамента построили другое здание. Оно выполнено в лучших традициях сталинского ампира. При этом совмещает в себе и элементы построек императорского периода. За счет этого оно идеально вписывается в архитектурный ансамбль Казанского университета. Строительство химического института началось в 1937 году. И хотя проект по оценке архитекторов достаточно классический, с возведением здания возникло несколько проблем. Во-первых, поскольку фундамент собора был по площади значительно меньше, чем планировалось отвезти под застройку, его пришлось расширять. Из-за определенных технологических нарушений основы будущего здания объединить было сложно. Во-вторых, стройку пришлось заморозить на несколько лет в связи с началом Великой Отечественной войны. Открыл свои двери химический институт в середине 50-х. Зимой, когда мы писали лекции в актовом зале на третьем этаже, это самая большая комната в нашем корпусе. Там было настолько холодно, что ручки обычные с пастой, они замерзали. Приходилось писать, мы сидели в шапках, в шубах, в перчатках, приходилось писать карандашами. Карандаши хорошо переносили холод, и спокойно можно было лекцию записать. Вот это у меня такая вот память. Но потом, естественно, все это было заменено, отопление было улучшено. Если говорить о внешней составляющей, как снаружи, так и внутри сохранились колонны и лепнина. Хотя здание и выполнено с отсылками на главный корпус, архитектурные элементы в проекте задействованы все же немного другие. Вместо ионических колонн на входе установлены коринфские. Он именно такой канонический, с идеальными пропорциями, с такой интересной входной группой, с холлом внутренним. А так он достаточно лаконичный, простой, и такой эталон классической архитектуры. В стенах института функционируют научно-исследовательские лаборатории. У студентов есть возможность не просто разработать какой-то теоретический проект, но и реализовать его на профессиональном оборудовании, в том числе и промышленном. В 2015 году у здания химического института появился новый корпус. Он был построен при поддержке главы республики Рустама Мениханова и открытого акционерного общества ТАИФ. Внутри него располагаются современные лаборатории и учебная аудитория. На сегодняшний день химический институт имени Бутлерова – ведущий научно-образовательный центр в России. Об исследованиях, которые ведутся в его стенах, вы можете узнать в сюжетах нашего телеканала. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универньюс.